Здравствуйте, уважаемые доктора. Спасибо вам, что дали мне возможность выступить именно по этой теме. И в 21 веке мы понимаем, что медицинский и технический прогресс дали возможность ранней диагностики онкозаболеваний, успешному и эффективному лечению, облегчению страданий пациентов и продлению жизни. И именно в этот момент мы обращаем внимание на качество жизни пациентов. Здесь важна приверженность больного к лечению, его психологическое состояние, его отношение к своему заболеванию и умение с честью и достоинством его проживать. И многие врачи с учётом сложнейшей вашей работы сосредоточены именно на лечении больного и его результативности этого лечения. И мало внимания уделяют психологическим особенностям больного, его состоянию, вниманию к его страданию. Наверное, это правильно. У врача очень мало времени, и каждый должен заниматься своим. Врач лечить, а психолог, соответственно, успокаивать и увещевать. В процессе лечения врач вступает в психологическое взаимодействие с пациентом. Хотят они оба того или нет. И эти отношения имеют огромное значение для больного и его адаптации к заболеванию. Врач – это тот волшебник, который не только вылечит и спасёт, но компетентно и адекватно поможет больному существовать в ситуации болезни. От его слов и действий зависит жизнь пациента. Какой-то шутник сказал, что советы врача ещё никогда никого не вылечили, но это хоть как-то развлекает пациента. Ну, шутка, конечно. А если серьёзно, то согласно исследованию, где изучали социально-психологические нужды онкобольных, наиболее эффективными оказались меры по улучшению как раз коммуникации между врачом и пациентом. На втором месте – психологическое консультирование. И только на третьем месте представьте психофармакологические средства. Есть о чём подумать. Следовательно, от врача-онколога в современных реалиях требуется многозадачность, энциклопедические знания в онкологии, в психиатрии, а ещё психологически грамотные взаимодействия с больным. Где на всё это взять время? И здесь онкопсихологии вам, уважаемые врачи, в помощь. Порой тесный тандем врач и психолог может быть очень полезным и эффективным. Уверена, что не каждый провинциальный онкодиспансер может похвастаться наличием психолога в своих рядах. У нас в Ульяновске, например, так. И вот сейчас своим выступлением я не ставлю задачу делать обзор научных исследований по этой области, психологической области. Для меня важно поделиться с вами своими наработками в помощи онкобольным силами специалистов нашего конкретно психологического центра. Потому что, правда, мы очень стараемся. Стараемся изо всех сил. Что делать с онкобольными? Как понимать, что с ними происходит? И что делать дальше для того, чтобы повысить приверженность больного к лечению, улучшить эту приверженность? Процесс переживания ситуации болезни имеет несколько закономерных этапов с разными эмоциональными и когнитивными аспектами. Каждый этап определяет необходимость организации взаимодействия с пациентом, учитывая данные особенности. И поэтому для улучшения коммуникации в системе врач и пациент целесообразно владеть знаниями об этапах переживания этого заболевания. Единого учения о процессе горевания не существует. Есть очень много наработок как у наших отечественных психологов, так и зарубежных. Но, на мой взгляд, и не только на мой взгляд, одна из эффективных моделей является модель психолога медицинской школы Чикагского университета Елизабет Кублер-Росс. Модель была предложена еще в 1969 году, но до сих пор она очень актуальна и активно используется. Она установила, что большинство больных проходит через пять основных стадий психологических реакций. То есть это шок, отрицание, торг, гнев, депрессия, принятие. Я не зря так немножко перепутала, потому что на самом деле нет единой системы прохождения той или иной стадии. Они могут меняться местами. И также нет единых временных рамок. Я, вот если видите, я попробовала сделать там от нескольких секунд, дней и так далее, но на самом деле все зависит от психологических особенностей человека, от его умения справляться с теми или иными стрессовыми ситуациями. Итак, первая стадия – это шок и отрицание. Обычно шок и отрицание возникают у пациента, которым сообщили о смертельном диагнозе в самом начале заболевания, когда он еще красив, молод, ему кажется, что он здоров, у него нет никаких признаков заболевания, ему не больно. и считается, что шок проходит менее ярко, если появились уже хоть какие-то болевые симптомы, или у него были какие-то подозрения, или как-то он не очень себя чувствует. Шок – это форма защиты. Шок позволяет организму справиться с этой информацией, прийти в себя. Человек как бы немножко погружается в свое внутреннее состояние, испытывает шок, тревогу, случаются паники, ощущение полного тупика, соответственно, жизнь кончена и суицидальные мысли. Кстати, на этом этапе нужно заметить, суициды практически не случаются. Мы не говорим всегда не случаются, мы говорим практически не случаются. И после шока идет отрицание. «Нет, это не со мной, со мной такого быть не может». И тут два момента прохождения этой стадии. Первый момент, когда человек начинает бегать от врача к врачу, сдает бесконечные анализы с желанием понять или услышать, что это ошибочно, что все не так, и все будет окей. И второй вариант, когда человек вообще, в принципе, больше никогда не показывается у врача и в больнице. Ну, что с ним дальше происходит, в общем-то, мы все с вами прекрасно знаем и понимаем. Здесь для меня важно донести, что эффективно делать и что неэффективно делать. На этой стадии психологическая помощь практически невозможна, так как человеку необходимо прийти к некому внутреннему осознанию проблемы. В этой ситуации нужно эмоционально поддержать человека, найти вот эти самые слова, а может быть, вы знаете, и не нужно никаких слов. Может быть, просто посидеть и вместе с ним, ну, я не знаю, помолчать или дать ему возможность выплакаться. Важно узнать у больного, есть ли у него люди, которые могут его поддержать, потому что это очень важно для него. И еще третье, что важно, донести необходимость незамедлительного старта терапии, не тянуть, не бегать по врачам, не сдавать бесконечные анализы, а начать лечение, ну, и, может быть, в процессе лечения как-то воспользоваться еще какими-то своими возможностями. Стадия гнева. Гнев – это когда пациент еще не может, он уже не может отрицать очевидного. Факты уже говорят о том, что у него есть диагноз. И здесь присутствуют навязчивые мысли и навязчивые вопросы. Почему? Почему это со мной? Почему не с кем-то? Почему какой-то алкоголик Васька живет припеваючи и уже 65 лет пьет паленую водку, а он прекрасный, чудесный человек, и с ним вот такое произошло. Его переполняет гнев, ярость, раздражение и зависть к здоровым людям. Он срывается на врачей, медсестер, обвиняет их не в компетентности, что там руки не из того места и у него раздражение и раздражение даже на своих близких и родных. Здесь важно не успокаивать и особенно не говорить фразу «все будет хорошо, рискуете получить помидорами в лоб». Ничего хорошего здесь уже быть для человека в принципе не может успокаивать, его тоже не нужно. Дайте возможности ему выговорить. Пусть он выразит этот гнев и эту агрессию. Разъяснить полную картину происходящего. Да, вы, возможно, получите какие-то гневливые фразы, но вот шикарнейшая работает фраза. Мы делаем и будем делать все, что от нас зависит. Важность, вот очень важно на этой стадии снять уникальность ситуации, сказать ему, что не все вокруг люди здоровые, что он не один такой в этой ситуации. И вот здесь неплохо уже подключать психологов и психотерапевтов. Здесь шикарно работают группы поддержки, если, конечно, они у вас есть. У нас в Ульяновске, вот в центре, например, такие есть. Дальше идет самая короткая стадия прохождения горевания, это стадия торга. Ну, в общем-то, мы все с вами понимаем, что хорошие люди, прилежные пациенты, им вот идет бонус, бог их любит, вселенная им дает много всего, и пациент просто пытается договориться со всеми инстанциями или о чуде неправильности диагноза, или о скорейшем выздоровлении и так далее. И он обещает все, что можно и кому угодно. И, кстати, вот здесь тоже нужно помнить, что он начинает обращаться вновь к нетрадиционной медицине. Он может ходить по шарлатанам, по гадалкам, по экстрасенсам, мы же с вами знаем, сейчас куда не плюнешь, попадешь обязательно или в экстрасенсы, или в гадалку. Стадии очень быстро проходят, и для нас с вами самое главное рекомендовать не верить шарлатанам, показывать различные возможности современной медицины, рассказывать про выздоровление других пациентов, рассказывать о вариативности лечения. И, знаете, здесь шикарно работают книги, фильмы, различные сериалы из цикла, знаете, «Куриный бульон». Может быть, когда-нибудь кому-нибудь попадалось, запаситесь таким книжечками или в копилочку себе скажите, прекрасно работает такая библиотерапия для больных, а если еще у вас будет в отделении такие книги, вообще будет прекрасно. Далее наступает очень тяжелая стадия и самая продолжительная – это стадия депрессии. На этой стадии человек понимает всю тяжесть своей ситуации. У него опускаются руки, он перестает бороться, может отказаться от лечения, избегает своего обычного круга общения, ему перестает быть интересны все ранее повседневные дела, бытовые, отказывается от вещей, которые его интересовали, от хобби, запирается в четырех стенах. Обычно, я уже сказала, это самое долгое и самое длительное, здесь очень часто мы наблюдаем суицидальные тенденции и суициды, он погружается во внутренний мир переживаний, и ему кажется, что это конец, и дальше уже беспросветная тьма. И здесь же в этот период обостряются различные характерологические черты, которые, в общем-то, раньше и не наблюдались за человеком, астенические проявления, наблюдаются уже, опять же, сказала, суицидальные тенденции, появляются тревожные расстройства, панические атаки, расстройства пищевого поведения, ипохондрия и другие тревожно- нервно-психические нарушения. Важно не обесценивать достижения пациента, не обесценивать его страдания, не говорить фразы, что, ну как тебе не стыдно, есть же людям, которые еще хуже, у них там нет рук, ног, я не знаю, что у них там есть, да и все равно им, им важно их собственное переживание. И здесь от врача необходимо быть уверенным, уверенным в своих силах и в силах современной медицины. Да, не обещать, не обещать, что я тебя вылечу, я тебя спасу, но быть уверенным и говорить, что мы сделаем все возможное и вселять врачу, вселять пациенту, извините, свою уверенность, это важно. А еще, знаете, очень важно это делать комплименты, лучшие про черты характера, какой вы молодец, как вы шикарно справляетесь, с какой честью и достоинством вы проходите через эти страдания, я горжусь вами, вы, потому что для пациента уже боги, цари, и, ну, я не знаю, все в одном флаконе, и это правда очень-очень важно. И дальше наступает, ну, наверное, самая, возможно, приятная стадия, это стадия принятия, хотя не все до нее доживают, здесь наблюдается мобилизация всех сил и всех ресурсов, здесь уже важно жить полноценной жизнью, быть нужным своим родным, близким, а еще знаете, что, в это время к нам, например, приходят пациенты, которые говорят, пожалуйста, давайте создадим группу поддержки, для меня так важно поделиться с людьми своими знаниями, своими умениями, я так хочу поддержать, да, звучит пафосно, но не правда ли здорово не доживать, а именно жить и быть нужными и полезными, возможно, пафосно, но, ну, правда, это важно. Вот здесь все подсказки заканчиваются, потому что здесь, в общем-то, эффективны любые ваши слова, здесь мы выражаем вновь слова гордости и слова поддержки, слова благодарности за мужество, и именно здесь у нас уже четкий такой тандем врач и пациент, и пациент уже здесь вам доверяет, он готов идти за вами, вот здесь я призываю вас попробовать вместе с пациентом создать какую-то схему, проработать совместную схему лечения, реабилитации, потому что пациенту будет казаться, что он контролирует ситуацию, а опять же, мы все с вами понимаем, что ощущение контроля над своей жизнью дает нам желание жить, и это помогает, помогает пройти через ощущение вот этого страха, тревоги и беспомощности. Будет намного тяжелее, когда случаются заболевания, связанные с репродуктивной функцией, с гинекологическими онкозаболеваниями, с например онкологией пристательной, железной, как это правильно называется, когда особенно это у женщин, при утрате внешней привлекательности, каких-то своих, как им кажется, женских функций, и у мужчин половой состоятельности, и у женщин, естественно, и при утрате профессиональных компетенций. Я думаю, что утрата, например, языка, части языка, вот Наталья Владимировна приводила пример нашей совместной пациентки Светланы, так вот, утрата, например, языка у автослесаря, ну, менее болезненно, не правда ли, нежели утрата языка у актера или у учителя. Мы с вами это понимаем, и понимаем, что вот эти самые стадии человек с подобными заболеваниями будет проходить намного сложнее. И, ну, тут у меня, может быть, для вас плохая новость, а с другой стороны, у вас такая профессия, что, наверное, плохих новостей уже не существует, да и живем мы в 21 веке, боже ты мой, какие плохие новости. Стадии проходят все и всегда вне зависимости от возраста, социального статуса, личностных особенностей, интеллектуальных каких-то моментов отношений в семье, время ожидания операции и так далее. Знаете, существует на самом деле очень много различных исследований, что, ну вот, например, я слышала, что у людей с раком легких не наблюдается депрессия. С чего это, друзья мои? Нет, возможно, это так, возможно, я не столь осведомлена в данном вопросе, но все-таки, на мой взгляд, прохождение вот этих психологических моментов горевания и проявления тех или иных ярких реакций зависят в первую очередь от психологических особенностей, характеристики человека. Не буду вас утомлять типами характеристик, я думаю, вы это прекрасно знаете и без меня, например, ну там, шизоиды, эпилептоиды и так далее, но вот для меня важно, я разделила на таких три этапа прохождения горевания и справления вот с болезнью и ситуации. Первый этап это, когда такое, знаете, эйфория, депрессия, такие эмоциональные качели от депрессии до о, у меня все будет прекрасно и замечательно. Второе, ну, второй тип, это вообще счастье, а не пациенты, это они, когда все четко и конкретно выполняют, прислушиваются к врачу, шаг вправо, шаг влево, побег, прыжок на месте провокация, ну, третье, это, наверное, самые сложные, те, которые предаются судьбе, надеются на чудо, такие, знаете, вот, я их называю чуфыр-чуфыр, когда духовные практики обращаются к нейтрадиционной медицине, потом прибегают к врачу, обвиняют его не в компетентности, и опять убегают к гадалкам, самые такие, наверное, не очень хорошие штуки, и когда мы обращаемся, вот, когда мы рекомендуем обращаться уже к психологам, когда мы видим, что идет отказ от лечения, когда яркие, суицидальные высказывания мысли, когда мы видим, что человек не фокусируется на ваших словах, когда проходит месяц, два, три, а он не выказывает приверженность к лечению, когда он изолируется от семьи, от близких, когда он не отвечает на телефон, когда он не берет никаких советов и никаких рекомендаций, когда он находится в гневе и в агрессии, то есть, когда он находится или на второй стадии, или на третьей стадии и не переходит на другие, тогда да, лучше всего отправить или к психотерапевту, или к психологу. И знаете, что я очень хочу вам сказать, когда я сюда ехала, моя подруга, которая страдает онкозаболеванием, сказала мне, скажи, пожалуйста, этой уважаемой публике, огромное спасибо за их труд и низкий им поклон. И еще скажи, что добрые слова и кошке приятно. Вчера она умерла. Я посчитала возможным сказать вам и передать вам ее слова. Низкий вам поклон и спасибо. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. ищите их Продолжение следует...